Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый господин Брайан, уважаемый господин Кравченко, господин Тессанцзя. Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников вебинара и выразить благодарность руководству Алибаба Групп, частности вице-президенту компании, господину Брайану Аллану Вонгу за готовность и содействие организовать данное мероприятие. Выбранная тема вебинара, посвященная цифровому решению для предпринимателей в эпоху COVID-19 и ключевым урокам от Алибаба, очень актуальна и своевременна. Сегодня все наши страны столкнулись с угрозой пандемии, которая стала серьезным вызовом для всего мирового сообщества, угрожает жизни и здоровью людей, оказала негативное воздействие на социально-экономическое развитие государств. Согласно докладу Международного валютного фонда, к концу нынешнего года мировая экономика сократится на 6,3%. По данным ВТО, падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%. В этих сложных условиях правительствам наших стран приходится принимать непростые решения для защиты здоровья населения, укрепления общественного здравоохранения и восстановления экономики. В то же время страны ШОС показывают высокий уровень солидарности и сотрудничества. На постоянной основе поддерживаются контакты на высшем и высоком уровнях. Взаимодействие осуществляется также по линии министерств и ведомств между медиками, учеными и профильными специалистами. Государство-члены делятся не только опытом, но и оказывают друг другу финансовую, экономическую, продовольственную и гуманитарную помощь. Уверен, что совместными усилиями страны ШОС достойно выдержат испытания и выйдут из ситуации еще более сильным духом. Необходимо отметить, что в разгар эпидемии мы повсеместно наблюдаем явный рост потребностей в цифровых услугах. Во многих странах, к примеру, в Китае и других странах-членах ШОС, информационно-коммуникационные технологии стали более активно внедряться в сферу здравоохранения, торговли, образования и финансов. Заметную роль начали играть компании по онлайн продажам товаров и услуг, которые становятся важным двигателем для оказания содействия населению в период изоляции. Электронная коммерция способствовала созданию в удаленном режиме новых рабочих мест, где задействованы женщины, молодежь, а также уязвимые слои населения. Одним из успешных компаний в этой отрасли является признанная во всем мире Alibaba Group. Благодаря инновационному мышлению и данному подходу данная компания смогла быстро внедрить новые технологии и современные решения для предотвращения распространения вируса, оказания помощи населению и защиты медицинского персонала. Созданный компанией специальный фонд в размере 1 миллиарда юаней и онлайн-платформа для прямых закупок медикаментов на глобальном рынке позволили своевременно удовлетворить неотложный спрос в регионах наиболее пострадавших от эпидемий. Академия Alibaba Dama с использованием искусственного интеллекта разработала систему быстрой диагностики COVID-19. Онлайн-консультации с помощью приложения Alibaba Health помогли миллионам людей, а программа DINGTOP дала возможность вести онлайн-занятия в 140 тысячах учебных заведений для 120 миллионов участников. Из-за пандемии коронавируса фонды JAKMA и Alibaba Group оказали гуманитарную помощь многим странам мира, включая страны семьи ШОС. В условиях пандемии Alibaba Group также активно содействовала малым и средним предприятиям на безвозмездной основе перейти на онлайн-платформу компании и не терять свой бизнес. В то же время Alibaba Group осуществила ряд специальных мер для укрепления трансграничной торговли, облегчая покупателям и продавцам использование цифровой инфраструктуры. Благодаря платформе Alibaba с момента начала эпидемии уже свыше полтора миллиона человек устроились на работу. В частности, только в первые месяцы эпидемии Alibaba запустила 250 тысяч мини-приложений, предоставив 750 тысяч рабочих мест, связанных с разработкой и управлением мини-программ. Стоит также особо отметить, что Alibaba Group за последние годы создала более 46 миллионов рабочих мест, а в рамках ее платформы задействовано более 110 миллионов малых и средних предприятий и предпринимателей не только из Китая, но и из зарубежных стран. В 2036 году компания планирует создать еще 100 миллионов новых рабочих мест. Под руководством вице-президента Alibaba Group господина Брайан Алан Вонга Alibaba Global Initiatives выпустила руководство под названием «Цифровые решения для предпринимателей в эпоху COVID-19. Ключевые уроки от Alibaba». Данное руководство является важным источником для изучения опыта компании в борьбе с угрозой пандемии коронавируса с использованием цифровых технологий, инновационных решений и мобильных приложений, а также поддержки малого и среднего бизнеса в целях преодоления кризиса в 2019. Малые и средние предприятия не только вносят значительный вклад в экономику, но и создают необходимые рабочие места. Поэтому необходимо поддержать эти предприятия, чтобы обеспечить им реальный шанс сохранить бизнес во время COVID-19. Устойчивый частный сектор, который будет подготовлен заранее, обеспечивает более быстрое восстановление экономики после пандемии. Благодаря усилиям участников молодежной платформы ШОС «Сколар» метвок руководства в виде брошюр было переведено на русский язык и размещено на сайте Alibaba Global Initiatives и направлено всем странам ШОС. Сегодня господин Брайан любезно согласился раскрыть содержание той огромной работы, которую проделала Alibaba групп в условиях пандемии и ответить на вопросы участников вебинара. Уважаемые участники вебинара, пандемия дала ясно понять, что цифровизация и информационно-коммуникационные технологии абсолютно необходимы для дальнейшего функционирования экономики и общества в целом. Современный мир находится на пороге беспрецедентных, можно сказать, революционных технологических изменений. Вторая эра цифровой революции связана с синергией искусственного интеллекта, работающего на скоростных, сферскоростных 5G-сетях, больших данных, робототехники, 3D-печати, интернет-вещей, био- и нанотехнологий объединяет цифровую экономику с реальной сферой производства. Регион ШОС, охватывающий почти половину населения мира, это огромный рынок для реализации совместных инновационных проектов в сфере IT и цифровой экономики. Секретариат ШОС стремится тесно сотрудничать с Алибаба Групп и другими компаниями в сфере цифровой экономики, чтобы помочь молодежи в странах ШОС, общее количество которых превышает 800 миллионов человек, в широком использовании информационно-коммуникационных технологий и развитии цифрового предпринимательства и электронной торговли. 26 августа прошлого года в городе Чунсини во время нашей встречи в рамках международного выставка Smart China Expo основатель Алибаба Групп господин Джек Ман поддержал идею развития взаимовыгодного сотрудничества между секретариатом ШОС и компанией в этом деле. 14 декабря прошлого года секретариат ШОС совместно с молодежной платформой ШОС Скалар Нетворк в партнерстве с технологическим парком Инновей и при содействии директора Департамента по международному сотрудничеству Алибаба Групп госпожи Лауры была проведена конференция на тему «Цифровая экономика и электронная коммерция. Вызовы и возможности в регионе ШОС», в работе которого приняло участие более 200 представителей молодого поколения стран-членов ШОС, обучающихся в Китае. 13 мая этого года при содействии вице-президента Алибаба Групп руководителя программы Алибаба Хелс госпожи Лима мы совместно провели обучающийся онлайн-семинар для медицинского персонала стран-членов ШОС по противодействию новому коронавирусу, который получил положительный отклик. Сегодня мы организовали совместный вебинар для того, чтобы предприниматели и молодое поколение стран-членов ШОС воспользовались имеющимися возможностями и раскрыли свой огромный потенциал для развития своего бизнеса в сфере цифровых технологий в условиях пандемии, а также могли оказать содействие своим странам в укреплении общественного здравоохранения и восстановлении экономики. Молодое поколение – это самое прогрессивное и продвинутая часть любого общества, создатели новых идей. К сожалению, сегодня в условиях карантина более полтора миллиарда молодежи во всем мире находятся в изоляции. Проведение таких мероприятий должно способствовать направлению его в созидательное и конструктивное русло. Мы должны приложить усилия, чтобы каждый молодой человек во всем мире мог получить доступ к современным информационным технологиям с тем, чтобы в полной мере участвовать в новом цифровом будущем, который сейчас зарождается. В этой связи заслуживает особого внимания и поддержки инициатива «Весенний гром-2020», объявленная председателем Алибаба Групп господином Даниэл Джаном. Инициатива направлена на глобальное развертывание коммерческого потенциала и технологий, которые Алибаба Групп использовала в течение последних 20 лет для создания цифровой инфраструктуры новых цепочек поставок, стимулирование нового спроса и продвижения новой торговли, чтобы помочь предпринимателям. И прежде всего малому и среднему бизнесу в Китае и в других странах мира выиграют эту экономическую зиму. История жизни создателей Алибаба доказывает, что ни скромное детство, ни отсутствие связи и стартового капитала не могут стать препятствием для достижения цели. История успеха компании, ее ценности и идеалы стали стимулом для многих молодых людей в разных странах мира, которые полагаются на собственные силы. Нас радует, что свыше 400 молодых людей из стран ШОС, а также стран АSEAN, Африки, Европы и Америки подтвердили свое участие в работе вебинара. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность руководству Молодежного и Делового Совета ШОС, а также Молодежной Федерации Китая за активное участие в работе данного мероприятия и ее организации. Желаю всем совместной успешной работы и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok